Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше занятие, наш образовательный курс, что нужно знать для того, чтобы снимать короткое кино. Данный образовательный курс создан по заказу Государственного учреждения культуры города Москвы Изманский парк культуры отдыха. Большое ему спасибо за предоставленную возможность поговорить о кино, о том, как его нужно снимать, и о том, как нужно снимать короткое кино. Короткое кино надо снимать так же, как и большое кино, на самом деле. Я имею в виду с таким же уровнем качества и художественного смысла. Но, тем не менее, есть некоторые отличия. Так, сегодня мы продолжаем тему съемки диалогов. И если мы говорили на прошлом занятии о принципах съемки диалогов, состоящих, имеется в виду, в диалоге участвуют два актера, мы продолжим также говорить про диалоги именно с двумя актерами. Но в данный момент, если мы говорили о схемах съемки, то сейчас мы будем говорить о схемах монтажа для статичных сцен с диалогами. Почему статичных? Ну, прежде всего, потому что их проще снимать. И, соответственно, разбирать схемы их съемки. Может быть, мы рассмотрим и в дальнейшем не только статичные сцены, но и сцены в движении. Но, честно говоря, это сложновато именно с точки зрения технической. В рамках нашего курса, в рамках лекции, в рамках видео лекции. Почему? Потому что очень сильно ограничены возможности предоставления материала. Вот мы сегодня тоже будем, я вам буду показывать на экране различные иллюстрации, распечатанные. И, конечно же, это не очень удобно, наверное, для вас. Удобнее было бы, если бы мы как-то включали их в канву нашей лекции путем трансляции на экран. Да, ну, грубо говоря. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности трансляции на экран. И самое главное, сложно эту трансляцию потом показывать, снимая это уже на камеру. Поэтому мы будем по-прежнему использовать распечатанные картинки. Я вам буду их показывать. Сегодня их будет поменьше, чем в прошлый раз. Это, конечно же, я надеюсь, несколько упростит восприятие этого материала. Но, с другой стороны, вам будет многое нужно понимать с моих слов. И здесь я еще раз хочу сказать про воображение. То есть, вам нужно, вот когда я вам обрисовываю некую ситуацию съемочную, да, и как мы будем ее снимать, к примеру, да, или какие-то монтажные планы, то вам, конечно, нужно вот это воображение включать. И это очень важно, потому что невозможно быть режиссером, если ты не обладаешь разным воображением. Ну, просто это как бы, ну, вот, я не знаю, можно не обладать тонким слухом, например, да, там, это не так принципиально важно в режиссерской профессии. Или еще, может быть, что-то не знать, не уметь. Но вот воображение, развитое воображение у режиссера должно быть в обязательном порядке. Иначе просто, ну, лучше не браться за эту профессию. Почему? Потому что прежде чем реализовывать вот этот ваш фильм на экране, да, и снимать его на съемочной площадке, перед этим вам необходимо его представить себе, как это будет выглядеть. То есть, как бы, вообразить себе. И потом вот этот воображаемый мир, вот эти воображаемые действия актеров, участников, допустим, ваших каких-то сюжетных действий, вы их воплощаете на экране. Конечно же, сложно добиваться стопроцентной реализации всех воображаемых вами сцен, но к этому надо, безусловно, стремиться. Но, повторяю, прежде чем их снимать, у вас в голове они должны сложиться, они должны возникнуть. И если у вас нет вот такого воображения, то вам, ну, просто, грубо говоря, не на чем работать, нечего снимать. То есть, вам придется просто брать сценарий и его, я извиняюсь за выражение, тупо иллюстрировать. Вот, ничего хорошего из этого не получится, это будет не очень интересное кино, если просто заниматься иллюстрацией каких-то текстов. А вот для того, чтобы создавать новую, как бы, художественную реальность, да, в кино, и это не обязательно, это художественная реальность, это значит, что ваш фильм должен быть о каких-то особых людях, там, о художниках, там, по примеру, да. Художественная реальность возникает везде, где вы берете в руки камеру. Вот вы взяли в руку камеру, начали что-то снимать, то, что в экране вашего, ну, или, допустим, вашей камеры, да, вот этот маленький экранчик, на который вы смотрите, когда снимаете, вот это уже, вот в этом экране уже это, можно сказать, это художественная реальность, то есть, как она компонуется, да, как выстраивается мизансцена, да, какая композиция выстраивается в кадре, вот все вот эти вот правила, о которых мы вот так много, долго говорим, да, там, точки внимания, и, там, к примеру, воображаемая линия взаимодействия актеров, да, при диалоге, там, я не знаю, экспрессионно-сюжетный центр при формировании композиции, ну, вот это все, да, это, вы все эти способы, методы используете для того, чтобы вот в этой картинке та реальность, которую вы снимаете, даже если вы просто вышли на улицу, вот взяли камеру и вышли на улицу, и начали снимать прохожих, ну, условно говоря, или собаку, которая бегает, или еще что-то, вы можете идти двумя путями, либо просто фиксировать вот этот информационный поток, который идет через объектив вашей камеры на этот экранчик, и просто снимать, вот побежала собачка, да, либо использовать это именно для создания художественной реальности, вспомните на прошлом занятии, помните перед сценой кульминационной, где вот главный герой и героиня уже оказывается в отеле, там, в постели, в гроблере, то есть для них это некая кульминация их отношений, перед этим был долгий кадр, где бегала собака, такая, по берегу моря, ну, шел ее хозяин, и она там бегала, носилась такая веселая, веселая, счастливая, жизнерадостная, да, то есть это была не просто собака, это был образ того ощущения, того предвкушения, которое испытывали главные герои, вот перед этим, перед тем, как они оказались в этом отеле и в этой кровати, понимаете, то есть это уже некий художественный образ, а не просто там где-то что-то бегало вдоль моря. Поэтому вы, когда мы сейчас, вернее так, когда мы сейчас говорим о различных схемах съемок, да, вы это должны представлять себе в вашем воображении, вот эти схемы, где вот герой стоит, где камера, потому что, ну, вам это придется в любом случае делать, потому что как, а иначе как вы будете эту съемку организовывать, даже если вы не будете выступать в роли оператора, все равно вам же это нужно представить, чтобы ему объяснить, что вы будете снимать, что он должен снимать, в какой крупности это должно быть. Поэтому сегодня мы говорим о схемах монтажа для статичных сцен с диалогами. Статичных уже понятно, да, что они проще, герои находятся на месте, камера тоже статична, ну, за редким исключением. Герои могут еще там передвигаться, но они не должны выходить за рамки кадра, то есть не выходить из кадра, вот в момент съемки. Кстати, почему мы говорим о схемах монтажа? Ну, во-первых, начнем с того, что в любой сцене с диалогом, вот именно статичных, и где нет, ну, то есть статичные они в том смысле, еще раз повторяю, что не потому что герои вот так вот стали по стойке смирно, они стоят, нет, они могут передвигаться, но в ограниченных пределах. А вот камера, она статична, ну, то есть она стоит на определенной точке и снимает задными планами, задными крупностями. То весь процесс съемки сводится исключительно к съемке кадров, которые будут затем использоваться в определенном порядке в монтаже. Ну, я хочу сказать, что с одной стороны, с другой стороны, мне будут сказать, а что остальные, если мы в движении будем снимать, они что, не попадают на монтажную? Тоже попадают. Но, дело в том, что съемки в движении больше, они значительно сложнее. И там труднее предусмотреть результат. Ну, то есть, в заданной крупности, к примеру, или еще что-то. То есть, грубо говоря, оператору часто приходится выкручиваться из положения для того, чтобы вот выйти на те заданные крупности, которые ему, ну, как бы, ставят задачи режиссера и монтажера, условно говоря. Ну, то есть, это такой сложный процесс, и он не всегда приводит к успеху, к нужному результату. Ну, вернее, не всегда может приводить к этому результату. Вот. А когда вы снимаете монтаж стабильно, ну, в условиях статичных диалогов, да, и статичные камеры, то, конечно же, у вас возможности этих значительно, таких возможностей значительно больше. И вы уже можете достаточно основательно и уверенно планировать, что это будет именно такой кадр, и что за ним будет вот этот кадр, и он будет монтироваться с этим кадром, вот так-то, 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 так-то. Вот. То есть, это, в общем, позволяет оператору, как бы, ну, именно сосредотачиваться на монтажных планах, то есть, которые прямо будут вот идти в монтаж практически там без доработок. Фильм, но, как известно, фильм должен быть живым. То есть, все в нем как-то должно двигаться, либо создавать иллюзию некого движения. И здесь вот возникает проблема. Кадр это статичный, да, герой статичный, камера статичная. План статичный, да, где движение? А оно должно быть, иначе быстро очень надоедает. Если мы видим один герой вот так вот сидит, да, напротив другого, и они о чем-то говорят, да, и, ну, конечно, там, например, напряжение может создавать сам разговор, да, сама тема, которую они обсуждают. Может быть, они там решают какие-то очень животрепещущиеся вопросы, которые зрители вместе с героями переживают. Но даже в этом случае нужно создавать некую иллюзию живой жизни. То есть, за счет монтажа. То есть, схема монтажа не может быть все время одной и той же. Должны быть представлены не менее двух ключевых позиций, исходя из которых производится построение общего плана. То есть, нельзя выставить определенный, вернее, можно. Можно выставить некий общий план, средний, например, и герои сидят друг напротив друга вот так вот, и разговаривают. И вы все одним этим планом эту сцену, ну, их разговора делаете. В принципе, почему нет? Но это будет неинтересно. Ну, как бы, не скучно, скучновато смотреть. И вот для того, чтобы это было не скучно, вы можете, если вы это будете делать уже с двух точек, даже пускай они тоже будут общими, то есть, имеется, что включать обоих героев, но с другого ракурса, то есть, ну, с другого угла зрения, или ракурсы, свыше, ниже, там, в зависимости от ситуации и необходимости, то, конечно же, картинка путем монтажных склеек, она будет интересна. То есть, зрителю появится возможность рассмотреть какие-то подробности. Ну, там, выражение лица героя, да, если вы здесь возьмете его крупнее, с другой точки, да, а не просто вот статичный кадр в среднем плана, и просто они сидят и разговаривают, и ничего больше не происходит. Ну, имея в виду, там что-то происходит в плане разговора, но картинка не меняется. Общий план, как мы уже говорили, полученный при одном положении камеры, он может охватывать эпизод полностью. или, ну, или, допустим, данный диалог. И если актеры перемещаются внутри кадра, то есть при соблюдении некоторых правил, достаточно одной съемки общим планом. Но, повторяю, остается как бы проблема с интересностью. Вот мы в прошлый раз смотрели отрывок, я вам о нем говорил, фильмы «Мужчина и женщина», в котором был эпизод разговора главного героя с заправщиком в процессе того, как он заправливал машину. И это все снято одним кадром, без склеек, то есть внутри ничего нет. Но это очень сделано интересно. То есть камера берет героя и заправщика, они о чем-то там переговариваются. Потом герой перемещается там ближе, ну, то есть он так переходит к заправщику. Потом он обходит машину и уже опять возвращается на то же практически место, ну, может быть, точка немножко смещается. И все это время камера как бы его сопровождает. Что самое интересное, камера все время остается на одной и той же позиции с точки зрения линии интереса этих двух героев. То есть она не перескакивает на другую сторону. Она остается именно в этой, в той же самой плоскости. И да, и план тоже достаточно общий. Ну, как бы некоторые укрупнения происходят, да, потом камера отъезжает, там, да, то есть планы, конечно, меняются, безусловно, внутри этого кадра. Но все снято одним кадром. Может быть, не одним планом. Потому что там как бы монтаж внутри кадровый. Но тем не менее, вот это-то как бы выход из ситуации. То есть вы можете эту сцену не просто там поставить, камеру, да, статично, в определенной точке и вот снимать этот разговор. И герои тоже никуда не будут. Вот, в принципе, главный герой мог бы никуда не двигаться. Он как подошел, встал, тот заправляет, тот стоит, ждет. И они между собой разговаривают. Но режиссер сделал интереснее. Он как бы эту сцену обыграл. И снял ее так, тоже интересно. И в результате она стала, ну, живой. То есть у нее появилось больше жизни благодаря этому. Ну, здесь надо сказать, что вообще статичные кадры, вот эти статичные диалоги, они в кино не так часто встречаются. То есть все-таки их, ну, обычно не очень много. Ну, за исключением, может быть, вот этого фильма, который мы уже упоминали, Никита Михалкова «12», который был ремейком, но таким по мотивам фильмов, фильма голливудского «12», который рассерженных мужчин, там, по-моему, назывался он, где речь шла о 12 присяжных, которые собираются в комнате, для того, чтобы, ну, в специальной комнате, для того, чтобы вынести вердикт по поводу, там, виновного, да, там, обвиняемого. Виноват он или нет. Вот. И они все время сидят за столом. Но они, правда, выходят, там, в туалет, поесть, кофе попить и, там, покурить. И в это время они тоже там обсуждают. Но значительная часть фильма, она снята статичными кадрами, потому что все сидят за этим столом и обсуждают. Но это скорее исключение из правил. В обычном фильме все-таки режиссеры стараются, чтобы диалоги какие-то проходили больше в движении, в каком-то, да, там, даже пускай в автомобиль они едут, то есть они сидят статично, но все-таки картинка как-то там меняется за окном. Поэтому вот такие вот статичные сцены диалоговые, они, их не так много. Но при этом они, тем не менее, все-таки есть. Иногда бывает, их, ну, они занимают достаточно много экранного времени. Почему? Потому что такие сцены слишком статичны, чтобы оставаться интересными в визуальном плане. И даже если ситуация и диалог настолько насыщены, там, каким-то эмоциональным содержанием и драматической интенсивностью, что все равно вот эта вот, как бы, статичность, она снижает эмоциональность и вообще, как бы, живость восприятия. И вот для того, чтобы избежать этого, да, вот этого, излишней статичности, общий план, который, ну, на который вы снимаете, допустим, да, с эстетичной камерой, это и диалог, он может детализироваться за счет включения перебивок или крупных планов, подчеркивающие отдельные моменты ну, этого диалога. Вот здесь мы сейчас как раз ввели понятие перебивка. Что это такое? Дальше мы об этом более детально поговорим. То есть вы используете две камеры. Вы помните, мы говорили про правила треугольника. Вот у нас третьей камеры здесь, как бы, не будет в большинстве случаев. Но она веборожаемая, где-то у нас тоже все равно присутствует. У нас есть две камеры. Одна снимает общий план, а вторая камера снимает подробности какие-то, да, ну, более крупные, там, головы говорящих, руки, там, допустим, детали, еще что-то там, стол, за которым они сидят, с чашкой кофе, который дымится, там, ну, я к примеру говорю. И вот эти более крупные планы, они используются для того, чтобы делать вот именно такие перебивки. За счет этого разрывается вот эта статичность, она делается больше живой. То есть, на самом деле, как в сцене, как ничего не происходило, так и продолжать ничего не происходить. Я именно в плане движения. Но создается некая иллюзия движения, иллюзия, да, приближение, там, да, отдаление. Планы же меняются. И у человека, смотрящего это кино, возникает ощущение, как будто он то подходит ближе, там, рассматривает. Ой, а что это вы тут пьете? Кофе. Хорошо, потом там еще что-то посмотрел, да. Ну, вернее, так, за него это выполняет камера, эти действия. Но зрителю это интересно. У него, как бы, просыпается интересно. Ну, это не дает ему затухнуть, этому интересу. Другим решением, вот, для того, чтобы снизить, как бы, статичность кадра, может быть представление сцены двумя планами, смонтированными параллельно. Ну, то есть, имеется одно на другим. Но обычно это недостаточно, так как диалог базируется на интересе. Мы имеем тенденцию приближать, как бы, к нам актеров. И, чтобы уловить все оттенки их, там, эмоциональных состояний, движений, реакций и т.д. и т.п. И если мы будем просто снимать два общих плана, да, ну, к примеру, вот у нас две камеры, и мы ее просто под разными углами, условно говоря. То, когда мы будем монтировать эти планы, на самом деле движения не будет, вот, в там, как бы, каких-то переходов таких интересных. Почему? Потому что, ну, даже если крупность будет, там, чуть увеличена, ну, допустим, чуть больше, чуть меньше, да, чтобы, ну, это как-то, чтобы это монтировалось. Но все равно это будет недостаточно. Чтобы это заработало, они должны быть существенно крупнее, существенно, ну, одни планы крупнее, другие, соответственно, более общими. И нужно искать какие-то ракурсы интересные, да, которые бы подчеркивали вот эти вот сюжетные ходы, то, что они обсуждают, да. Ну, например, кто в диалоге выступает в роли активного вещателя, да, условно говоря, а кто просто слушает. А потом они могут поменяться местами. И уже второй начинает активно отвечать, а тот просто слушает. И вот, как бы, за счет этого, когда роли меняются у участников диалога, можно менять и ракурсы этих общих планов. И тогда это будет интереснее. Ну, то есть, грубо говоря, будут появляться какие-то ходы внутри этого диалога. Но, в целом, надо сказать, что схема монтажа, она может указывать наиболее простой способ для показа, ну, например, там, первой половины диалога двумя общими планами, да, или более предпочтительно средними планами, а последней части двумя крупными планами, да. То есть, имеется в виду, что вот, как бы, схема монтажа, она уже должна предусматривать вот это оживление. То есть, вот эти, как бы, перепады, да, с крупного на среднее, со среднего, там, на общие, с общего, там, на крупные, ну, условно говоря, да. То есть, и для этого нам схема монтажа и нужна. То есть, мы представляем себе, каким образом эту сцену будем монтировать, определяем крупность, ставим задачу каждой камере, что она снимает, ну, то есть, условно говоря, вот одна камера снимает крупности, другая камера снимает общие какие-то планы, и начинаем работать. То есть, у нас понятно, какие кадры, какие планы, каждая камера снимает. То есть, почему? Потому что мы заранее, как бы, проработали схему монтажа этого диалога. Собственно говоря, это мы уже на эту тему говорили, про раскадровки, что они вообще необходимы в любом случае, при съемке любой сцены. Но здесь вот мы сделаем такой акцент, и этот акцент будет связан именно со статичными диалогами. Почему? Статичными. Почему я вот обращаю внимание, именно вот когда мы говорим про короткое кино, то есть, про короткометражные фильмы. Почему? Потому что в большинстве случаев у нас нет возможности технической делать какие-то сложные диалоги, там, в движении, там, они едут, там, на велосипеде, говорят, там, т.д. и т.п. Или бегут, там, по дорожке, там, к примеру, да. Просто это сложнее снимать, легче снимать диалоги статично. И я бы советовал вообще по возможности именно снимать статичные диалоги, потому что результат, ну, он будет более профессиональный, по одной простой причине, просто это легче делать. Но возникает проблема с интересом. Возникает проблема с оживлением этих диалогов. Так вот, оживлением этих диалогов будут заниматься монтажеры. То есть, грубо говоря, те люди, которые будут монтировать ваш фильм. Либо вы сами будете монтировать. Тогда вы заранее должны эту схему себе представить, да, и уже исходя из нее действовать дальше, то есть, и снимать. Схема, ну, вот здесь дальше мы пойдем, какие же схемы монтажа вообще, в принципе, могут быть. Схема монтажа, приближения и удаления. Предложенный диалог должен иметь точки интенсивного напряжения. Ну, это, собственно говоря, любой диалог, да, который мы и будем снимать. Но он при этом не должен постоянно требовать высокой степени концентрации внимания. Потому что иначе эффект развязки рискует быть ослабленным или вообще стертым. То есть, если вот прям все время эмоции прут, да, то есть, грубо говоря, там, то тогда, собственно говоря, эти точки, вот эти, подъем-спад, подъем-спад, они вообще пропадают. То есть, картина монтажная, ну, или во всяком случае, эмоциональная картина диалога, она опять становится статичной. Просто на очень высокой ноте. То есть, все кричат, все орут, но продолжают кричать и орать на протяжении всей сцены. Зритель очень быстро к этому привыкает, и для него уже это перестает быть чем-то интересным. Ну, орут и орут. И никаких вот всплесков, никакой драматургии уже там не проявить. Потому что все на одном высоком уровне конфликтности. Для того, чтобы у вас появилась драматургия, появились какие-то ходы и все остальное, интенсивность должна меняться. То есть, там, начали с какой-то нижней точки, да, потом постепенно конфликтность вырастает, 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 доходит до какой-то там верхней точки, потом опять спадает, да, потом опять какое-то время ровно, опять поднимается, да. Ну, то есть, это я как пример. То есть, сами уже вы сами там будете определять эту амплитуду, какая она будет. Вот схема, которая предусмотрена, ну, монтажная схема и вообще схема съемки, диалога статичного, с точками интенсивности, ну, то есть, имеется в виду, что к ним еще нужно прийти, к этим точкам, да, то есть, имеется в виду, что это вот как раз вершина вот этого, этой амплитуды, предоставляет публике немного эмоциональной передышки и возможность более полно реагировать на действительно важный момент. Почему? Она вот, когда внизу эмоциональность, зритель отдыхает, то есть, он как бы расслабляется. Потом, когда опять она вверх идет, он опять напрягается, да. Кстати, и эффект звуковой части этого диалога может удваиваться за счет визуальной части, то есть, когда и визуальная часть тоже усиливается, да, то есть, это может уже как бы синергия, эффект синергии быть. Я имею в виду, что голос может быть тихо, потом он может быть громким по мере там конфликта, по мере усиления напряжения. Так вот, если мы хотим использовать вот эти точки интенсивности и вот мы хотим использовать вот этот вот, как бы, вверх-вниз, да, в плане эмоционального состояния героев, такой, да, здесь нужно использовать к визуальному методу монтажа, методы монтажа, приближения и удаления. Что это значит? Актеры могут быть представлены, например, средним планом, ну, например, вторым средним, достаточно общим. Актеры могут быть затем крупным планом, то есть, уже значительно более близкие, то есть, второй средний, условно говоря, и крупный. Когда приближается момент интенсивного напряжения в диалоге, соответственно, применяется крупный план. Затем, когда это напряжение падает, и публике можно немножко передохнуть, камера возвращается, например, к второму среднему плану. И фактически это и будет второй средний план, и будет вот этой паузой некого расслабления перед новой фазой усиления, когда камера переходит на крупный план. при этом надо сказать, что этот метод приближения и удаления не должен быть использован слишком очевидным образом. то есть, если вы просто будете заорал их, ну, там, кто-то заорал, крупный план, замолчал, общий план, да, но это как бы не интересно. Ну, может быть, один раз это можно использовать, но если вы будете на протяжении диалога это использовать постоянно, в общем, это быстро надоедрить. Поэтому для каждой части диалога предпочтительны совершенно различные методы монтажа с тем, чтобы скрыть от публики вот эти вот схемы, которые вы применяете, да, когда вы вот рассказываете путем съемки о, там, каком-то событии, да, ну, а имеется в виду, актеры рассказывают через свой диалог или там выясняют отношения. Актеры также могут перемещаться, кстати, из одной зоны в другую после каждого момента интенсивного напряжения, что представляет нам и другие варианты монтажа, которые мы тоже можем использовать. То есть мы же говорим о том, что актеры все-таки могут перемещаться, ну, может быть, не так интенсивно, да, но они не стоят вот так вот друг напротив друга и только там руками машут, да, они могут перемещаться. И вот когда они меняют позицию слегка, там, да, в процессе диалога по отношению друг к другу, это перемещение может дать нам возможность сменить угол зрения камеры, ну, как бы повернуть, да, и сменить крупности и тем самым как бы сменить планы, которые у нас обозначают увеличение интенсивности или пауза, да, то есть мы можем перейти на вообще какой-то общий план совсем, да, где мы видим, что они, там, я не знаю, стоят в саду, тут есть фонтан какой-то рядом, да, который мы до этого, ну, к примеру, не видели. Потом перейти к крупности и уже сделать крупным планом при увеличении интенсивности именно средний, который у нас до этого был паузой, означал некую паузу. И вот здесь мы уже переходим, что у нас уже средний план это интенсив, а общий это пауза, да, то есть вот это вот удаление и приближение, оно будет уже, принцип будет по-прежнему работать, но он уже будет работать по-другому. Вот это вообще на самом деле элементарный принцип, ну, принцип, он даже на подсознательном уровне, когда снимают диалоги или, там, какие-то действия героев, всегда, вот, в момент какой-то эмоционального усиления какой-то эмоциональной интенсивности, там, выражения лица героя или его какого-то действия, всегда следует приближение. Это уже на инстинкте, фактически, можно сказать, на подсознании находится. Но это можно еще и использовать как прием, да, приближение и удаление. Для того, чтобы вот оживить диалог, придать ему вот эту вот, как бы, живость за счет эмоциональных спадов и подъемов. Они могут быть небольшие. Не обязательно это там от шепота надо переходить к какому-то крику, нет. Они могут быть и незначительные в диалоге, но они там 100% будут, если он хорошо написан, и он качественно сделан. И вот это надо использовать. То есть вы снимаете статичный кадр, статичный диалог двумя камерами. И вроде бы, что тут может быть интересного? Вот, вы как бы чуть глубже смотрите у себя, ну, на подгодавительном периоде. Смотрите этот диалог, уже расписанный по актеру, мы определяете, где, а, вот здесь вот интенсивность, а здесь вот эта интенсивность падает. Пускай и незначительно. Значит, мы вот там, где интенсивность, возьмем более крупную, а где она падает, более общая. Потом в следующую точку интенсивности сделаем по тому же принципу, но другими кадрами. И у вас от этого, ваша съемка этого диалога, она становится, станет более красочной и более эмоциональной. Да? Хотя вроде бы все то же самое. Следующий вопрос. Как начинать снимать эпизод, связанный с диалогом? Здесь тоже есть целый ряд моментов. То есть, грубо говоря, вот первый кадр. Какой он должен быть? Первый кадр, он как бы первый монтажный кадр, да? К нему потом будут клеиться все остальные. Ну, последовательно. Обычно диалог не начинают с разговора. То есть, грубо говоря, снимать, лучше не снимать, начало, то есть, монтировать сразу, начинать с разговора, да? С первой фразы, которую говорит актер. Актеры, ведь прежде чем начать разговор, да, они располагаются по своим местам, да? Как-то что-то там происходит до того, да? Ну, они во всяком случае, если они там встречаются в кафе, они должны туда приехать, сесть, там, что-то заказать, официант к ним там подойдет, да? А разговора еще нет. Это еще как бы прелюдия к разговору. Так вот, желательно эту прелюдию все-таки фиксировать. Пускай даже в каких-то минимальных объемах. То есть, не надо там на полчаса или там на две минуты, на пять минут показывать, как вот. Хотя и бывает и так, что вот один пришел, сел, второй пришел, сел, вот, пока там обмениваются каким-то ничего не значимыми фразами или вообще не говорят, а сидят, рассматривают меню, вот, потом заказывают. И вот потом, когда им принесли там аперитив, к примеру, да, начинается разговор. То есть, не обязательно должна быть такая длинная прелюдия, но прелюдия должна быть. То есть, некое вступление. Ну вот, то, о чем мы говорили, что актеры на площадке, они же встречаются, да, говорят и потом уходят. То есть, это как бы трехчастная схема, которая, кстати, тоже не обязательно должна соблюдаться, да. Но если возьмем классическую, то есть, они пришли, поговорили и ушли. То есть, все эти три части, они, по идее, в вашем эпизоде, в вашей сцены должны быть сняты. В других вариантах, ну, построения этого эпизода, разговор может начинаться, когда герои уже находятся на своих местах и уже не нуждаются в представлении. Да, то есть, о них уже зритель знает до этого, он уже и с ними ознакомился. То есть, вроде как прелюдия не нужна. Однако, мы предпочитаем их встретить визуально, прежде чем услышать. Даже вот в таком случае. Это, я имею ввиду, мы, это зритель. Все-таки, я, как зритель, мне комфортнее увидеть человека, а потом его уже слышать, а не наоборот. Хотя, бывает и наоборот. Я слышу голос там где-то за стенкой, а потом появляется герой. Но, как правило, все-таки, я предпочитаю, как зритель, сначала увидеть человека, а потом уже его услышать. И это распространяется и на монтажные планы. Мы тоже, даже в том случае, если нам не нужно представлять, мы этих героев знаем. Тем не менее, первый кадр должен быть, ну, грубо говоря, без звука. Да, то есть, он входит в сцену. Поэтому, ну, это как бы как рекомендация. На самом деле, варианты могут быть разные, но в целом, надо сказать, что это именно так. Потому что, бывают сцены какие-то очень динамичные, когда мы слышим крик какой-то героя, а потом уже видим его самого, который с этим криком что-то делает. Или обращается, я иду по улице, условно говоря, я герой. Да, ко мне, я слышу голос, который ко мне обращается, там, эй-эй-эй, там, или вот там, молодой человек, или там, господин, ну, условно говоря. Вот, и только я, и я как герой, там, поворачиваю себе голову, и только в этом случае вижу моего собеседника будущего, с которым мы потом ведем какой-то диалог. То есть, вариантов может быть море, на самом деле. Но, тем не менее, вот именно, как бы классическое, я еще на данный момент говорил о некой классической схеме построения этого эпизода. То есть, встречаются, разговаривают, расходятся. Еще раз о начале диалога. Как минимум, для того, чтобы диалог начать, надо остановиться. То есть, мы можем двигаться куда-то. Я могу, да, как герой. Мой собеседник будущий тоже может двигаться куда-то. Так вот, для того, чтобы начать этот разговор, уже в статичном варианте диалога, мы, как минимум, должны остановиться. Есть, условно говоря, шесть вариантов остановки движения, которые делают позицию плодотворной для развития диалога. Два актера первые. Два актера входят в кадр, идут по направлению к нам и начинают говорить, либо прекращают говорить. Потому что здесь же речь идет не только с точки зрения начала диалога, но и его окончания тоже. Потому что окончание диалога тоже желательно, чтобы оно было в некой статической позиции. И уже дальше какое-то движение пошло. Они пошли, побежали, еще что-то. Второй вариант. Актер уже в кадре, один. А другой входит, останавливается около него и они начинают говорить. Это второй вариант. То есть мы начинаем кадр с позиции сидящего, допустим, или стоящего героя. Он уже в кадре какое-то время. Одна, две, три, четыре, пять секунд. Потом появляется второй, останавливается и начинается разговор. Ну, я пока понимаю, что, может быть, это примитивно слишком. Вроде бы всем понятно. Но, тем не менее, это то, что должно быть, как бы, на подкорке лежать. То есть нужно осознавать, что вот эти способы начала диалога. Вот они такие. Третий вариант. В двух предыдущих примерах камера была фиксирована. Но она могла бы вращаться вертикально или горизонтально. Либо можно было бы произвести съемку с движения, чтобы проследить за обоими или одним из актеров до момента остановки. То есть это третий вариант. То есть у нас в предыдущих съемках, в вариантах, камера была статична. Но она может быть и в руках оператора. И тогда она может вертикально вращаться, поворачиваться вертикально вверх, вниз, горизонтально. Допустим, мы можем панораму с движения сделать. То есть мы ловим нашего собеседника, одного из участников, в панораму, проводим его. Вот он идет, 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 заходит в помещение, в этом помещении уже сидит второй, он к нему подходит и останавливается, начинает разговор. Вот мы таким образом выстроили начало разговора. Но хотя мы начали с движения, мы в результате все равно пришли к статике. То есть мы начинаем, фактически разговор все равно начинается с статического движения. Четвертый вариант. Если была из пользы съемка с движения или поворота камеры, то в этот момент в эпизод может войти третий персонаж. И подойти к предыдущей паре, чтобы им что-то передать. И вновь удалиться. Камера остается с нашими основными актерами, которые уже вновь могут начать диалог. И которые как бы начинают диалог. То есть посыльный бежит с письмом. Мы его тоже ловим, условно говоря. Он вбегает в помещение. Там сидят два господина, грубо говоря. Они о чем-то, может быть, говорили. Но мы не знаем. Не важно, о чем они говорили до этого момента. Он подает. Мы останавливаемся. Этот посыльный отдает письмо. Ну, одному из этих господ. И уходит из кадра. А в этом кадре этот господин распечатывает письмо. Читает его. И дальше уже этот диалог по поводу письма происходит. Уже статичной камерой. То есть опять мы начинаем с движения. Но мы сопровождаем не участника диалога. Мы сопровождаем просто человека, который нас приведет к участникам диалога. И дальше мы опять же таки статичны. То есть это все способы входа в диалог. Статичный диалог, кстати, особо важный. Пятый вариант. Ну, это уже тоже один из вариантов предыдущего варианта. Но тем менее. Движение камеры от пустого персонажа. То есть имеется не участника диалога будущего. К основным двум персонажам может быть использовано в начале сцены. Это вот как то, что мы говорили. Но голос актеров слышен еще до их появления в кадре. То есть это уже может быть не посыльный, а кто-то другой. Ну, важно. Который просто нас привозит. Но мы по мере того, как он подходит к комнате, где они там доедут к столу, допустим, за которым они разговаривают, мы уже слышим их голоса. И если это люди, которые нам уже знакомы, то есть персонажи, которых мы уже знаем, мы в принципе уже по голосам можем судить. А, это Иванов и Сидоров. Мы их знаем, их голоса. И они уже что-то там обсуждают. Потом он заходит, и мы как бы попадаем уже в продолжение этого диалога. Ну, опять-таки статичного. Так что, вот, как вы видите, существует достаточно большое количество способов. Вы еще, кстати, можете придумать еще какие-то для себя, которые вам покажутся более интересными. Ну, будем считать, что вот это такие базовые, основные варианты. Как вы можете этот диалог начать? Повторяю, диалог статичный. Но входить вы по нему можете по-разному. Вы можете в движении у него входить. Вы можете входить в него в статичном варианте. Ну, то есть, открывать его с разглядывания одного из героев. С статичной камерой. А потом в кадр входит второй. Либо сразу там с двух. Не важно. Вот эти вот варианты вы можете использовать. В зависимости от вашего сюжета, вашей потребности, вашей фантазии. Как вы себе это представляете. Следующий вариант оживления статического диалога. Это повторение планов одной из ситуаций. Чтобы удержать наш интерес к диалогу и к той ситуации, в которой они, герои, оказались, мы должны вспоминать время от времени начало действия, которое привлекло наше внимание. Ну, то есть, допустим, что появилось причиной диалога. Либо той ситуации, которая к этому диалогу привела. Это предполагает повтор, по меньшей мере, один раз плана до одной из ситуаций в середине эпизода. Этот план предназначен для выполнения нескольких задач. Первый. Он устанавливает место, напоминая нам о распределении пространства между актерами и их расположении в данной сцене. И о том, что, в принципе, зритель может забыть, сконцентрируя внимание, допустим, на крупных планах от актеров. Или бы, когда эта сцена длительная. Ну, достаточно длительная, чтобы зритель уже мог подзабыть, собственно говоря, с чего эта история началась. Он может предоставлять необходимую паузу в разговоре. То есть, пауза имеется визуально. Разговор-то продолжается. А пауза, она как бы визуальная. Мы немножко отстраняемся от этих лиц, которые перед нами мелькают. И которые разбивают ту концентрацию крупных планов, что образовалось в процессе развития диалога. Потому что без крупных планов, понятно, мы не можем дойтись. Но, конечно, если вы не решили все снять, допустим, с некого общего среднего плана, и все. Он, кстати, хорошо заканчивает эпизод. Давая актерам возможность разойтись и удалиться, либо удалиться вместе. То есть, грубо говоря, мы закольцовываем историю. Вот с чего мы начали, мы тем же самым и заканчиваем. Напоминанием причины диалога или места диалога, ну, к примеру. И еще один вариант использования вот этого напоминания, как бы, да, повторения планов одной ситуации. Если актеру время исключенной сцены между крупными планами, концентрирующими внимание на основных актеров, ну, это в том случае, если, например, в вашем диалоге присутствует много людей, ну, там, 3, 4, 5. План ситуации намекает нам о его присутствии. Если в таком плане нет поворота ситуации, это актер не появляется. И мы можем забыть о его предшествующем исчезновении, да. То есть, если актер каким-то образом связан вот с возникновением этой ситуации, то мы можем, возвращаясь, как бы, да, вот, к повтору планов причины, да, диалога, напомнить об этом герое. Ну, для того, чтобы он потом что-то сделал. Если нам это не нужно, ну, значит, исчез, исчез. До свидания. Тогда мы этот повтор можем использовать там для чего-то. Конечно, есть и исключения в этой схеме, когда крупный план повторяется еще раз в том же виде, чтобы уловить диалог. Сцена может начинаться с приближенного крупного плана, то есть с очень крупного плана, и определить место действия через какой-то огромный, там, промежуток времени. И где актер сначала представляется зрителем одним крупным планом, а место, где, а место его нахождения открывается существенно позднее, через, ну, может, вообще, там, в конце истории фильма. Такой вариант тоже возможен. То есть мы можем не объяснять зрителю, где вообще эта ситуация развивается. Делаем такую загадку. То есть начинаем с крупных планов диалога, и мы не понимаем, где это происходит. А потом уже в конце, даже, может быть, не этого диалога, а каких-то последующих действиях, мы понимаем, что, да, оказывается, актеры, герои были вот именно в этом месте. Что и, собственно, и послужило причиной этого диалога, либо следствием, там, и т.д. Такой вариант возможен, но, надо сказать, что на практике он применяется достаточно легко. Теперь поговорим о молчании в кадре во время диалога. То есть, как бы, о молчаливых реакциях. Часто молчаливая реакция актера, который слушает, гораздо более экспрессивна, чем лицо актера, который говорит. Почему? Потому что актер говорит, а второй реагирует на то, что он говорит. И он может реагировать очень экспрессивно. То есть значительно более эмоционально, чем тот человек, который эти слова говорит. К примеру, эпизод начинается с момента, когда актер произносит свою первую фразу, и в середине его речи мы обрываем это. Чтобы показать другого актера, слушающего его, в молчании. При этом голос первого продолжает говорить. То есть, мы начинаем с актера, который говорит какие-то слова. Потом, на середине его фразы, грубо говоря, переводим монтажный план на человека, к которому он обращается. И мы дослушиваем его реплику, его выступление, следя за реакцией второго участника. И это может быть очень эмоционально. Почему? Потому что мы успеваем проследить реакцию второго. Зритель же интересно, как он на это отреагирует. Если он дослушает речь до конца выступления первого, то может не успеть увидеть реакцию второго. А ведь хочется уже, как он на это отреагирует. И мы в этом смысле даем ему такую возможность. То есть, мы переводим камеру, склеим монтажный план на него. И при этом звук, речь его первого, она как бы слышна, продолжается. То есть, мы и слышим то, что он говорит первое, и видим реакцию второго. И это иногда, я повторяю, это может быть эмоционально очень сильно. Затем, мы снова обрываем речь его на середине. Ну, как бы обрываем не в том смысле, что он прекращает говорить, нет, он продолжает говорить. Но мы как бы переводим стрелки. Показывая общий план обоих, где видно, как его партнер реагирует на это. То есть, он продолжает молчать. То есть, это второй вариант. То есть, до этого мы видели лицо крупным планом, человек, который эрегирует. А сейчас мы переходим на общий план. То есть, а в этом общем плане мы слышим, продолжаем речь первого. Вот что, так как бы вот красочность вот этого, интересность вот этого перехода, она заключается в резком обрыве общих планов с целью показать серию молчаливых реакций актера. И она, конечно, безусловно, должна быть проектована контекстом этой сцены. То есть, просто так это делать не стоит. А только в том случае, если эмоциональная реакция второго актера, она этого достойна. То есть, за ней интересно наблюдать. Тогда вот эти все резкие переходы, они имеют смысл. Если актер противопоставляет себя группе людей, к которым он обращается с речью, мы не можем поддержать интерес и сосредоточить внимание только на крупном плане этого актера. Мы должны время от времени включать различные планы, показывающие молчаливую реакцию группы. Тогда как голос актера продолжает звучать. Вот это уже ситуация, когда актер обращается к группе людей. Мы, конечно же, можем поставить камеру перед ним, и он будет обращаться к нам, к зрителям. Но это странно было бы. Почему? Потому что он же обращается не к нам, не к зрителям, а к другим участникам этого действия. Хорошо, тогда мы можем поставить просто общий план, да, самый общий. Вот человек выступает перед какой-то группой людей, что-то им доказывает, там, мы должны, там, то-то, 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 то-то. Тоже скучно. Ну, как начало хорошо, допустим, да, как начало. Но мы же реакции-то не видим. А нам же интересно, как они реагируют на его слова, на его призывы. Водушевляются или, наоборот, скептически относятся к тому, что он говорит. То есть нам нужна реакция этих людей для того, чтобы понимать, что происходит. Я имею в виду, как зритель. И это раз, а во-вторых, как хоть как-то на это тоже эмоционально реагировать. Потому что наша эмоциональная реакция, она будет зависеть от реакции тех людей, к которым оратор этот обращается. Надо сказать, что режиссеры и монтажеры, которые осознают ограниченность такого подхода, ну, имеется в виду, вот, например, общим планом все снимают, применяют вставки и перебивки, чтобы разнообразить вот эту картинку. Вставка, вот мы теперь, представляет собой дополнение к общему плану вместо одной части последнего. Оно показывает фрагмент сцены, сканированной общим планом, но в деталях. Перебивка, в свою очередь, представляет собой план, встроенный в общий план, который показывает что-нибудь или кого-нибудь, не скандрированное в общем плане. То есть вот вставка, различать нужно понятие ставка и перебивка. Вставка, это когда вы увидели что-то в общем плане, вот это что-то там присутствует. А потом его показываете, но более крупно. А перебивка, это когда вы вставляете в общий план, ну, имеется в виду, в качестве монтажа, вклеиваете, да, что-то, что происходит за пределами этого общего плана. Вот если вы помните фильм «Мужчина и женщина», это воспоминания женщины, когда она была в отеле, ну, это была именно сцена с героем. Так что вот это существенная разница, и теперь вы понимаете, что такое перебивка, а что такое вставка. Рассмотрим варианты использования вставок. Возьмем сцену, где актер объясняет что-то другому актеру. Позади у них на сцене висит карта. Вдруг, чтобы уточнить какую-то деталь, один из актеров указывает на часть карты. И если мы вставим здесь его крупный план, ну, такой, достаточно, по той же визуальной оси, что и общий, то зритель также окажется способным оценить это уточнение. То есть здесь, сейчас я вам покажу эти кадры. Вот общий план, да, где видна карта, ну, в общих чертах там, на заднем плане, да, за главным героем. Потом этот актер показывает рукой что-то на карте, да, или начинает показывать, то есть начинает движение. И следующим кадром мы видим эту деталь. Этот маленький план, встроенный в общий план, он прежде бы служит лучшему освещению части диалога, да, и его применение здесь оправдано. Ну, на самом деле мы фактически показываем зрителю то, что он и ожидает увидеть, да. То есть он видит, что там есть какая-то карта, и речь идет о том, что что-то там на карте важное есть. И когда один из актеров, ну, вот, который у нас там дальше находится, начинает рукой двигать в сторону карты, да, ну, как бы с намерением что-то там показать. Следующий кадр, перебивка, которая, ну, здесь вставка, на самом деле, да, вставка. Мы видим, что он там хочет показать, зритель видит. А затем опять общий план. Ну, может быть, не с этого ракурса, например, с обратного, но тем не менее. Есть возможность и эту вставку сделать камерой с позиции обратной точки. Сейчас мы увидим, как это делается. Например, машина останавливается у обочины дороги рядом с полицейским, ну, рядом с полицейским. Вот этот общий план. Который, ну, останавливает эту машину для того, чтобы составить протокол о штрафе водителя. Например. В момент, когда полицейский, после того, как он на этом общем плане заполнил эту квитанцию, ну, там, протокол или что. Вот в тот момент, когда полицейский протягивает квитанцию водителю, или, например, там, права, мы обрезаем этот кадр с общим планом. И даем кадр с обратной точки, в котором мы как раз захватываем момент, когда, ну, этот человек, водитель, получает обратно, там, водительское свое удостоверение, либо, соответственно, как бы штраф, ну, протокол, да? Вот, я надеюсь, вы видите. Это называется обратная точка. То есть, вот эта точка общего плана первого, а затем камера перемещается, как бы, за спину водителя. Ну, не совсем за спину, а под некоторым углом, да? Вот, это называется обратной точкой. А потом опять общий план, ну, после этой вставки, где можно уже наблюдать, как машины уезжают, а полицейский, например, остается на дороге. Вот эта вставка, это вставка того, что происходит здесь и сейчас, как бы, вот в момент события, ну, какого-то сюжета. И ее задача, как в первом и втором случае, как бы детализировать предмет, который обсуждается, или, там, в случае с полицейским составляется, да, некая бумага, и она передается водителю, и потом водитель уезжает. То есть, здесь вставка, она служит задачей произвести некую детализацию, то есть, более конкретно рассмотреть предмет разговора, либо действия в этом диалоге. Потому что здесь, и там, и здесь мы имеем диалог либо двух людей, там, на фоне карты, либо полицейского водителя. И здесь, в общем-то, вставка служит не только способом привлечь внимание, кстати, к предмету, но еще и для того, чтобы показать в деталях эмоциональную реакцию, отражающую на лице актера. Вот во втором случае, да, то есть, понятно, что он будет недоволен этим действием полицейского, и это недовольство его будет отражено. Почему? Потому что мы же, как бы, с обратной точки снимаем уже в более крупном плане, ну, условно говоря, в среднем. Если в первом плане был общий, и мы там не особо видели лица ни водителя, ни полицейского, то здесь мы уже видим хорошо, прежде всего, лицо водителя, да, который реагирует на эти действия полицейского. Следующий случай вставки. Вставка может быть дважды использована на протяжении одного общего плана. То есть, здесь была у нас одна вставка, да, а теперь мы рассмотрим два, две вставки. Например, два человека в момент диалога показаны общим кадром. Ну, вернее, и степень его общности, она может быть различаться, ну, будем так говорить, там, как минимум, средний и второй, да. Вводится две вставки одного из того же актера в момент, когда он молча реагирует на слова другого актера. В эти моменты общий план меняется вставкой, где та же реакция снята крупным планом. Ну, то есть, реакция актера в ответ на реплику второго актера снимается крупным планом. Что мы получаем? Мы получаем такую картину. Общий план, потом первая вставка, общий план, вторая вставка и опять общий план. Ну, то есть, например, собеседник нашего главного актера, да, он сообщает ему что-то неприятное. И вот он это начинает делать на общем плане, и вот он сообщил это неприятное. Идет вставка крупным планом актера первого, да, который реагирует, он вообще может ничего не говорить, он просто реагирует на эту плохую новость. Потом опять дается общий план в другой уже крупности. Иначе это будет слишком, ну, будем так говорить, однообразно. И затем вставка второй, тот же актер, и продолжает реагировать. Тут ему что-то говорит еще что-то хуже, еще более. Знаете, как в той песне, что сначала все проиграл, потом сгорела конюшня, потом выясняется, что сгорел дом, а потом выясняется, что все проиграл, и в общем все умерли. Вот здесь, например, это в диалоге может напряжение расти. И вот каждая ступень этого напряжения, диалога, она иллюстрируется реакцией главного героя, который реагирует на то, что ему говорит его собеседник. Получается такой монтажной схема. Общий план, вставка, общий план, вставка, общий план. И, как бы, сцена на этом заканчивается. Она может, в принципе, закончиться, конечно, и на вставке, но это нежелательно. Вот, мы об этом еще потом поговорим. В этой ситуации мы сейчас рассматривали вставки с одним актером. Но можно и двух актеров показать попеременно. Да, сосредоточивая сначала внимание на первой вставке, а потом на второй. Например, на общем плане один первый актер говорит что-то второму. И следующая, первая ставка идет реакция второго. Потом второй на общем плане, следующий, что-то говорит первому. И мы видим реакцию первого. И потом опять общий план. Ну, например, они начинают драться, ну, условно говоря, да. Первый сказал что-то обидное, второй сказал что-то обидное ему в реакции. И потом результат это драка. Ну, как пример, да, на общем плане. Они там хватают друг друга за грудки. Кстати, вторая вставка не обязательно должна входить внутрь общего плана. Можно ее использовать в конце. Ну, то есть, чтобы обогатить эпизод, имеющийся, как бы, в нем какой-то детали. Это может быть уже что-то другое. То есть, например, вторая ставка даже может быть не связана с героями первыми. А она может быть, ну, связана с тем, что они обсуждают. И вот этот вот крупный план этой второй вставки будет показан то, что они обсуждают. Ну, из-за чего они спорят, например. К примеру. Дальше. По поводу вставки. Вставка часто используется как соединение двух общих планов. Например, три офицера спорят перед картой, там, ну, допустим, условно говоря, генерального штаба. Карта расположена со стороны слушателей и не очень хорошо видна зрителям. Один из актеров указывает на акту, на карту. И мы прерываем кадр на вставку, чтобы показать крупный план карты с рукой вот этого указывающего актера. Ну, например, это вот так. Да? То есть сначала мы видим офицеров, которые что-то там рассматривают, какую-то карту на столе. Потом мы видим крупный план карты с рукой актера. Посмотрели, ну, то есть зритель понял, что, о, они там обсуждают оборону или там атаку, я не знаю, что они там какие-то. И потом идет общий план. Не обязательно, кстати, первый. Это уже может дальше идти по ходу план, допустим, еще каких-то там офицеров, либо солдат, которые тоже участвуют в этом обсуждении. Но которых мы, допустим, до этого не видели. То есть мы в конце не возвращаемся к общему плану, ну, который мы уже видели, а даем новый общий план, который продолжает сцену. Ну, то есть там, как бы, действие продолжается, она не заканчивается. То есть это какой, это как бы, ну, как эпизод такой. Вот здесь вот, кстати, показано довольно интересно, как камера снимает, да? Вот видите, что здесь все камеры находятся перед актерами, на самом деле. И снимают, соответственно, первый общий план. Вот камера, которая стоит под углом, как бы, к актерам. Потом вторая камера снимает саму карту с рукой. И третья камера там снимает каких-то еще солдат или офицеров, которые присутствуют на этом заседании. То есть вставка может использоваться просто как такая перебивка между общими планами. Но тоже она не является бессмысленной, она тоже, естественно, осмысленной и связана с сюжетом. То есть не просто так показывает какую-то карту, а именно карту, которую обсуждает. Но все-таки в данном случае основная его задача просто сделать перебивку между двумя планами. Ну, например, здесь был общий план, а здесь средний план. Второй общий план, который мы продолжаем эту сцену, может быть снят с любой точки расположения камеры, чтобы охватить группу офицеров, которые, может быть, скадрированы вместе, как прежде, или теперь уже представлены в каких-то других вариантах. То есть, в принципе, после вот этой перебивки мы как бы вышли из того общего плана. И следующий план мы можем уже делать независимо от первого. Ну, то есть не обязательно соблюдая линию взаимодействия между участниками и т.д. Потому что мы как бы из этого общего плана вышли и входим уже в другой общий план. Единственное, что все-таки фон, он должен быть одинаковый. Иначе зритель может подумать, что вы куда-то перенеслись вообще вообще куда-то, в другие места. Поэтому фон этого, ну, допустим, там, второго среднего плана, он должен быть такой же, как и того общего, который мы смотрели первым. Интересно, кстати, здесь можно привести вариант съемки статичных диалогов, который применялся в Голливуде и, собственно говоря, применяется до сих пор. Он довольно интересный. Вот просто как метод. Как метод съемки диалогов, в принципе. Как это, ну, будем так говорить, делалось в Голливуде. Первое. Общий план. Как правило, это, ну, как бы таким, достаточно общий. Которым снимается сцена этого диалога от начала до конца. Просто ставится камера, и актеры играют. И вот этот общий план, ну, допустим, этот диалог длится 5 минут. Вот все 5 минут она их снимает. Второе. Актеры делятся на группы, если речь идет о группах. Либо, если их всего двое, то каждый из них повторяет эту сцену сначала до конца, но он, как бы, в кадре один. А второй актер, он ему помогает. То есть он стоит, как бы, на месте, вне кадра, но он стоит на месте, где он, по идее, должен стоять, да, чтобы обозначить линию взаимодействия, линию интереса. Ну, и, соответственно, чтобы правильно и грамотно расположить по принципу треугольника камеры. Вот. И, соответственно, сначала одного так снимают, а он говорит все свои реплики, потом второго, и тот тоже все свои реплики говорит. И третий. Снимается крупный план каждого актера, ну, актера, и того, и другого, по переменам. Ну, согласно плану действий, то есть исходя из тех действий, которые они должны были совершать. Что это, собственно говоря, такой принцип дает? Он дает монтажеру широкие возможности для монтажа. То есть дает массу вариантов ему. Так как снимаются все моменты диалога и даже, как бы, молчаливой реакции, то есть снимается все, и не по одному разу. Которые ему, в принципе, могут быть нужны. То есть у нас есть общий план всей сцены, которую тоже можно резать на кусочки. У нас есть реакции, как это сказать, реплики всех актеров, плюс даже те моменты, когда они слушают, ничего не говорят. Ну, допустим, средний план. В средних планах. Первый, второй, средний. И у нас есть все крупные. Опять же таки, те же самые повторяющиеся планы, но только крупнее. Ну, к примеру. Единственное, что там должен монтажер при монтаже отбирать углы расположения камеры, чтобы эти углы совпадали, когда он будет монтировать. В чем еще, Аня, плюс? Например, если после того, уже как отсняли материал, просто, может быть, даже весь фильм отсняли, ну, к примеру, вдруг возникла необходимость что-то убрать. Ну, из уже смонтированного фильма. Ну, что-то поменялось там, я не знаю, идея какая-то новая пришла, решили улучшить, и какие-то планы монтажные, они стали не нужны. И их решили убрать. И монтажер имеет, благодаря вот такому подходу при съемке этих диалогов, он, в принципе, имеет такую возможность. Почему? Потому что у него очень много запасных планов, которые он может использовать как вставки, или там, как перебивки. Да? И, например, вычленяя, убирая какую-то часть этого диалога, он может соединить оставшиеся кадры уже с помощью, например, этих вставок. Например, крупных планов каких-то. Либо средних планов. У него же это много материалов. Самого разного. И это, конечно, позволяет ему при желании удлинять диалог, при желании сокращать этот диалог. И, вы знаете, это бывает, ну, довольно ценно. Если, особенно, если, как бы вот, процесс формирования фильма, он идет, как бы, внутри этого, внутри съемок. То есть, например, нет жесткой очень, например, там, согласованной раскадровки, которая уже там прошла все согласование, все там. Это как такой жесткий план. Снимаем только так. Вот, в авторском кино обычно это, к этому относится достаточно вольно. и в результате бывает так, что планы меняются. Или что-то там, допустим, какая-то приходит новая идея, какой-то новый поворот в сюжете, и режиссер считает, что вот это лучшее, как бы, ситуация перекраивается, что-то становится ненужным, что-то доснимают. И вот в такой ситуации бывает необходимо, вот, как бы, перемонтировать те же самые диалоги. А как это перемонтировать, если нет материала? А заново все это поднимать, приглашать актеров, а прошло уже там неделя-две, да, то есть не всегда это возможно. Но у этого способа есть и свой недостаток. Очень много тратится времени и сил. То есть получается, что вам нужно как бы с актерами, со всеми, с обоими, пройти весь материал и его отснять как минимум 4 раза. То есть первый раз когда вы снимаете общий план, потом один раз это актер, один, потом второй раз весь материал вы проходите уже со вторым актером, ну, когда их реплики снимаете отдельно, да, и потом еще все крупные планы. Это тоже отдельно. Они же тоже, как бы, снимаются последовательно при воспроизведении, при игре этого диалога. то есть актеры должны сыграть четыре раза весь этот материал. Это я еще не считаю дубли. Там, возможно, какие-то неудобные дубли, ну, неправильные, и нужно там какие-то куски снимать по несколько раз. То есть на это уходит много времени и сил. Но зато мы имеем хороший запас материала, и этот материал мы потом можем использовать уже без всяких проблем при любой, как бы, смене приоритетов у режиссера или у монтажера. Ну, я имею в виду при монтаже этих диалогов. Ну, в общем-то, это известный факт. Я просто его вам скажу для того, чтобы перейти к следующему способу съемки. В сценах, наполненных психологическим содержанием, да, но имеется в виду по-прежнему диалоги, то есть где в диалогах много каких-то психологических ходов, сложных эмоций, да, хорошее настоящее режиссуруя всегда опирается на сложные и разнообразные приемы монтажа. Почему? Потому что нам нужно как бы создать определенную монтажом, создать как бы определенные настроения, определенный ритм, да, особенно если речь идет о статичных планах. То есть мы вот снимаем этот диалог насыщенный психологическими какими-то сложными эмоциями статичными кадрами, ну, например, общим планом. Ну, конечно, это, ну, будет снижать напряжение, а нам нужно его наоборот показать, а лучше еще усилить. И вот усиление этих психологических ходов, да, внутри этого диалога, если он сложный, насыщенный, там, и т.д. и т.п., делается при статичной, при статичном диалоге за счет монтажа, просто других нет способов. Вот. Усилить, да, за счет, вот, там, сделать какие-то вставки, крупных планов в нужный момент, да, можно сделать какой-то рваный монтаж, потому что разговор очень сложный, там, вверх-вниз, там, как бы, идет напряжение внутри, то есть, вот это вот все позволяет делать монтаж. Ну, что можно, собственно говоря, для этого сделать, да? Ну, прежде всего, использовать весь арсенал, который у режиссера, и оператора, и у монтажера, да, который будет монтировать этот фильм, есть в наличии, да? То есть, крупности, наезды, отъезды, ну, условно говоря, да, менять ракурсы, да, нависание, там, или наоборот, смотрим, кто-то смотрит сверху вниз. Вот, в общем-то, все эти монтажные возможности, монтажных планов, их нужно здесь использовать. еще такой вариант вставок есть, это когда снимают крупным планом простые реакции лица, жесты рук, там, движение машины, например, да? Это какие-то крупные планы обычно, вот, и они нужны для определенных акцентов. Вот, как эта рука на фоне карты, ведь это же тоже акцент, да, вот, он, там, герой поворачивается рукой, посмотрите, и мы видим карту, и там его рука, которая четко указывает, там, в точку, вот, куда нам нужно добраться, да, вот здесь вот мы должны быть, там, через час, или два, или через три, то есть, это, как бы, важный, такой, может быть, акцент. Монтажер не обязательно должен использовать все, вот, те кадры, да, крупных планов, которые мы наснимали, там, в процессе, да, про запас, как бы, но, режиссер всегда обычно снимает их на всякий случай, чтобы такая возможность была, потому что, учитывая суету, которая часто бывает на площадке, и бывает так, что какие-то косяки возникают в процессе съемок, и их, как бы, не видно, ну, там, допустим, расфокус, ну, не заметили, а потом, когда уже материал скидывается, да, на монтажные, экран компьютерный, и это все сразу становится видно, и понятно, что этот план придется выбросить, потому что переснимать его очень сложно, там, это надо собирать, деньги, дорого, там, и т.д., и т.п., и тогда возникает, что делать? Очень можно, его можно убрать, если он не носит принципиального характера, и сделать вставку, ну, подходящую, которую уже наснимали, просто для того, чтобы соединить вот эти два плана, которые как бы выпадают из-за того, что выпадает вот этот промежуточный план, который между ними, и хорошо, ну, раз фокус, жалко, конечно, но ничего страшного, во всяком случае, вы можете вставить эту деталь, которую вы сняли, заранее, и продолжить дальше монтажную фразу, и, в принципе, зрители ничего не заметят. А вот эта вставка, включенная вместо испорченной какой-то сцены, да, или кадра, она спасает вот весь этот эпизод, то есть не нужно это все заново переснимать. Экономия большая, времени и сил. Еще один вариант, иногда в процессе разговора персонажи упоминают что-то не присутствующее в кадре. Ну, например, строение какой-то, машину или другого человека, который сейчас нет вместе с ними. В таком случае, естественно, если предмет действительно важен, показать его отдельно крупным планом. Это тоже будет вставка. То есть, вставка тогда показывается как бы перебивкой. Перебивка может входить в общепрессию, план для того, чтобы показать предметы, затронутые в диалоге. Ну, например, два человека разговаривают стоя на холме, ну, к примеру, да, и мы их видим в среднем плане. Именно в среднем. Один упоминает нечто, находящееся за кадром, ну, например, справа. Да? Мы вводим перебивку, которая показывает вдалеке какое-то строение. Вот он говорит, слушай, а вот что это там справа? и мы как бы короткий план, ну, дальний, например, да, какое-то там строение внизу. Он говорит, да, слушай, вот там, это какое-то здание, интересно. Вот. Ну, потому что мы опять потом возвращаемся на этот общий план, скажем, ну, в котором мы и были. Затем, например, второй актер поворачивается влево, да, и показывает что-то за кадром и слева. Мы, соответственно, вводим перебивку, которая показывает нам что-то. Мост. Куда пойдем? Он говорит, вот там есть здание, а вот там мост. Пойдем отдохнем или все-таки продолжим путь? Да? И вот эти вот перебивки, они, их нет внутри кадра, да, то есть они вне. И поэтому они уже, как бы, вставкой быть не могут. По нашему определению, да, помните, которое мы в свое время давали. что вставка представляет собой дополнение к общему плану вместо одной части последнего. То есть, как бы, вставка, она уже, как бы, находится в том общем плане, который уже был, да, но более подробно. Помните про карту, да, которая уже там была, висела. то есть, оно показывает фрагмент сцены, уже показанный общим планом, но в каких-то деталях. Перебивка представляет собой план, встроенный в общий план, который показывает что-нибудь или кого-нибудь, которого не было в этом общем плане, да. так вот, вот этот случай, когда мы показываем что-то, которое находится вне, ну, в разговоре, да, то есть, эта вещь или там здание, строение, оно как бы в диалоге есть, но его нет внутри, оно снаружи. И поэтому получается такая странная штука, что это вставка, потому что все-таки предмет это в разговоре был, но который показывается перебивкой. Да, почему вот это вот странное такое сочетание? Потому что он как бы есть в разговоре, но его нет в общем плане. Но при этом на самом деле здесь не стоит цель использовать ставку в качестве перебивки. Здесь стоит цель показать то, о чем говорят герои. вот в этой форме. Можно привести еще пример кстати, тоже интересный. Например, два актера стоят на холме, разговаривают лицом как бы к нам. То есть мы их видим практически в фазе, под некоторым углом или там например ракурсом может быть чуть ниже. Камера находится чуть ниже тех уголов они смотрят на небо небо в кадре отсутствует потому что все-таки средний план не дает возможности видеть какие-то просторы наверху. Но они куда-то смотрят ну то есть что-то там высматривают попытаются понять что там и мы даем первую перебивку большое дерево на ветке которой сидит орел ну птица пока этот как бы дальний план сейчас я вам его покажу где что там за птица может быть не очень совсем понятно вот вот этот первый план да герои куда-то смотрят потом мы показываем первую перебивку дальним планом дерево и сидящую на ней птицу затем герои наши продолжают смотреть и даже может быть двигаются в в этом в направлении этого дерева ну как бы навстречу нам да и затем мы показываем уже этого орла более крупным планом видите как бы происходит постепенная детализация вот сначала общий план дерево с птицей общий план уже птица но это опять же таки если эта птица чем-то важна с точки зрения сюжета например она в лапах что-то держит какой-то ценный предмет который заинтересовал героев и он послужит дальнейшему развитию сюжета такой же метод используется и при съемке немых сцен где группа комментирует какое-либо событие или за ней наблюдает другая группа понимая сцена это имеется ввиду что мы показываем на дальнем плане или на общем какую-то группу людей которые что-то обсуждают но мы что они обсуждают мы не слышим но мы хотим увидеть какие-то подробности то есть мы видим общий план людей что-то обсуждают потом ну сначала общий план вот людей которые смотрят а что там случилось вот какие-то люди там стоят потом мы показываем общий план куда они смотрят и там действительно люди вот потом опять общий план герои все больше и больше проявляют заинтересованность пытаются расслышать что же они там говорят и дается крупный план уже более крупный план этих людей ну допустим средний и они начинают как бы слышать о чем они говорят да то есть сначала это немая сцена а потом она может быть звуковая или они так и продолжают то есть они продолжают их рассматривать но не понимают что они говорят ну не слышно так это мы говорили о перебивке которая посвящена неким предметам людям или там животным которых нет внутри диалога они как бы вне сцены находятся следующий этап это возможность ставить более двух перебивок в один общий план снимая ну при этом имеется ввиду снимая один и тот же сюжет то есть это все речь идет в рамках одной сцены здесь формула она достаточно простая общий план дается ну как бы таким полным кадром основного актера или нескольких основных актеров то есть это как минимум второй средний да вставки варьируются от пол ну от полного кадра для первой ну например для первого для первой вставки да потом среднего для второй вставки и затем более крупного для третьей вставки и уже там крупного для четвертой ну то есть например некий объект постепенно укрупняется да и и такие вставки могут быть и три и четыре и пять и может быть даже больше если этот объект находится где-то вдали и он например приближается или мы к нему приближаемся да или он просто проходит мимо к примеру а мы за ним наблюдаем кто этот человек ну или что это за предмет или что это за механизм который там едет это кстати формула также применима и для немых тоже сцен то есть грубо говоря то же самое можно наблюдать за неким скоплением людей или там двумя человеками да которые там о чем-то говорят и мы ну допустим по каким-то причинам хотим услышать но пока не слышим о чем что они говорят кстати вот хороший пример таких вставок это фильм Альфреда Хичкока птицы он там есть но я думаю что вы все видели этот фильм я даже не буду его там скачивать и вам предлагать его посмотреть в принципе можете все посмотреть во всяком случае я когда вот привожу этот пример у меня сразу в голове вспоминается эта сцена вот мы в качестве примера возьмем сцену где одна из главных героинь там Мелани Даниэль да выходит на школьный двор чтобы выкурить сигарету она не замечает что на гимнастических снарядах расположенных во дворе начинает слетаться птица вот сначала двор снимается общим планом а ряд крупных планов молодой девушки включен в общий план ну то есть это как бы вставки это не перебивки это вставки да сцена протекает ну соответственно в полной тишине она стоит одна она же курит одна ни с кем не говорит и во двор начинает слетаться птица ну вот как это все происходит если мы будем монтировать эти кадры вот с перебивками сначала общий план двора одна птичка прилетает и садится на край гимнастического снаряда девушка на него на нее не обращает внимания она там стоит например средним кадром и просто курит это как бы вставка затем общий план опять же таки общий несколько прилетает несколько птиц ну там несколько воров перебивка допустим второй средний план девушки которая курит опять общий план птицы продолжают слетаться то есть если там на предыдущем общем плане были три птицы ну при том он может быть более крупным сейчас по мере того как птицы слетаются эти кадры становятся все более общими крупный план молодой девушки она продолжает медленно курить опять общий план прилетают все новые и новые вороны крупный план девушки она прекращает курить и поворачивает голову чтобы посмотреть ну как бы за кадром что там происходит да то есть уже шум нарастает хоть птицы и особо не галдят но когда они подлетают то есть это шум крыльев он увеличивается да и она наконец-то его слышит и замечает и поворачивает голову чтобы посмотреть что там за кадром происходит птица взлетает в небо камера схватывает ее полет на расстоянии и прослеживает полет слева направо чтобы показать как ворона достигает других то есть она я прошу прощения она я поторопил события она смотрит на ворон то есть где-то там взлетает ворона недалеко от нее и она как бы за ней следит и эта ворона пролетает и садится вот в ту грибу воронов которая уже скопилась во дворе и она видит соответственно она садится и там много-много этих ворон и крупный план опять вставка девушка она на это смотрит видит эту всю картину и на лице выражение ужаса вот как пример да вот этих вставок то есть что получается ну на самом деле довольно примитивная схема общий план вставка общий план вставка общий план вставка общий план вставка но за счет вот этой кажущейся такого знаете как паровоз неуклонно движется а ты стоишь и смотришь на него а он надвигается 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 и ты в какой-то момент понимаешь что все он сейчас на тебя наедет и задает то есть вот это нарастание вот этого ужаса да то есть поначалу вроде ну чего одна птичка ерунда потом две потом три потом пять потом десять потом двадцать там сотня да и уже нарастает это ощущение что что-то не так как бы да и вдруг ты смотришь а там их уже там не сотни а две сотни или три то есть уже какое-то нереальное скопление то есть идет вот этим поступательно идет нагнетание вот этого ужаса как бы да и получается что вроде бы тут ну как бы сказать иносказательно да такой вроде тупой такой подход да ну чего уж проще то общий план я повторяю ставка общий план ставка общий план ставка да а вот а нас это вот монтажные монтажные склейки да и вообще монтажная схема она вот полностью заточена для того чтобы вот эту эмоцию необходимую режиссеру передать зрителю кстати помимо мы все время говорили о статичных каких-то кадрах да но эти перебивки сейчас мы опять возвращаемся к перебивкам могут производиться и круговыми движениями камеры или каким-то движением так же как и зафиксированной камерой то есть в принципе сам подход он не меняется но просто камера может двигаться при этом например актриса обращается к группе некой это какая-то долгая речь которую она начинает мы ее показываем фаз каким-то средним планом первая перебивка дает крупным дается крупный план группы людей слушающие ее в тишине потом возвращаемся опять на нее ну уже допустим средним планом но вторым ну к примеру да вторая перебивка в круговую по лицам группы то есть такой как бы панорама да вот мы их смотрим как они реагируют потом опять возвращаемся к первому среднему или там крупному плану актрисы потом третья перебивка и мы эту группу людей берем еще более широким ракурсом да то есть она уже так сказать совсем общий план и затем мы заканчиваем эпизод возвратом к среднему плану когда она завершает свою речь для чего это нужно вот например та же самая панорама для того чтобы показать реакцию слушателей ее то есть они же ее слушают и нам важно как они ее слушают то есть ну здесь в данном примере мы не приводим цели и задачи для чего она говорит эту речь какую там цель перед собой ставит но вот эти вот перебивки это способ показать реакцию реакцию этой толпы или этой группы которая вы слушаете при том реакция как бы нарастает то есть сначала мы показываем реакцию каких-то небольшого количества людей потом наш диапазон он постепенно расширяется и для того чтобы ну как-то разнообразить наши монтажные планы мы можем один из этих одну из этих перебивок сделать в виде панорамы а потом опять какой-то статичный кадр когда мы показываем группу или вообще все это делать панорамой ну то есть сначала там слева направо а потом справа налево но здесь нужно все-таки привязаться к тому плану который ну как бы что вот этот поворот камеры это взгляд актрис но в том случае ну имеется ввиду который выступает в том случае когда мы хотим это сделать как бы камеру вот эту панораму с субъективным взглядом то есть мы можем мы хотим посмотреть как зрители на эту толпу глазами актрисы ну можем допустим это снимать и субъективной камерой тогда естественно мы уже привязываться к этому взгляду не будем то есть это какая-то некая сторонняя камера которая фиксирует вот эту толпу но здесь наверное это было бы несколько странно все-таки здесь больше подходит именно субъективная камера и вот эти панорамы это ее взгляд она как бы смотрит как бы отслеживает реакцию слушателей очень хорошие примеры перебивки можно привезти из фильма Росимон о Кире Курасау я думаю что вы тоже его смотрели но если не смотрели то посмотрите он довольно старый понятное дело но это как бы классика суть этого эпизода в следующем бандит ну Тассира Мифоне это как бы актер который его играет рассказывает на суде о дне ну что происходило в тот день когда он совершил преступление и здесь режиссер использует довольно интересный ход ну он вообще-то на самом деле сейчас уже стал уже популярен да может быть когда он использовался тогда в те времена он оказался достаточно оригинальным но он и до сих пор работает бандит обращается к суде он говорит что ему помнится будто он в этот день проскакал на лошади большое расстояние ну это то есть он этот день когда произошел преступление это было давно и не прерывая устного рассказа бандита вводится перебивка где кадрируется горизонт и в стороне маленький силуэт бандита который скачет на лошади то есть такой как бы дальний план горизонт там поле и вот он там на лошади скачет вот бандит появляется вновь ну вот вот этот главный герой этого эпизода допустим в таком же как в предыдущем общем плане и продолжает рассказ стоя лицом к судеб то есть здесь что общий план ну или там средний например план этого бандита потом мы вставляем вот эту ремиссенцию то есть его воспоминания это вставка а потом опять возвращаемся в зал суда в этой перебивке отражающей прошлое как бы события существует параллельно и мгновенно переходят на экране одно в другое два различных временных план то есть сегодняшний временной план и тот прошлый временной и зритель в принципе не испытывает никаких проблем для того чтобы это понять то есть ему это он это воспринимает абсолютно комфортно хотя это вроде бы общий план в который влезает вот эта перебивка об этом дне который нам иллюстрирует слова героя он же в это время рассказывает что а я вот вспомню мне кажется что я целый день в этот в этот день проскакал там на лошади где-то там двигаясь там из пункта А в пункт Б и это такая как бы иллюстрация то есть получается что перебивка она позволяет нам как бы вернуться в прошлое героя вот такая вставка и показать что он делал ну когда-то единственное что безусловно это тоже не должно быть каким-то случайным действием вот уже идет идет и потом он что-то вспомнил это воспоминание оно должно быть с чем-то связано с каким-то сюжетом ну например он идет и думает о чем-то своем и вдруг услышал какой-то звук который ему напомнил о каком-то событии которое с ним ну допустим неприятным событием и вот он идет идет слышит этот звук гудок паровоза и вдруг у него перед глазами встает допустим сцена где он во время войны отстает от поезда то есть мама уезжает в поезде он ребенок он стоит и не знает куда бежать ну например да и вот тогда и это оправданно тут же вот этот гудок паровоза переходящий в гудок паровоза в прошлом он и является то есть связующей нитью вот этой вставки которая позволяет нам понять что же собственно говоря вспомнил и он ли это вспомнил ну главный герой может быть это воспоминание какого-то чужого дяди условно говоря да надо сказать что в целом очень нужная вставка вообще в принципе вот бывает довольно часто в кино необходимо какое-то воспоминание вот если вы вспомните такие вставки в как бы происходили постоянно в кино мужчина и женщина которые мы смотрели вчера да вот во время вот той интимной сцены которая происходила между героем и героиней да в какой-то момент она вспоминает мужа и вот тут же эти вставки при том достаточно длительные они иногда по времени даже длиннее чем предыдущий план и следующий но тем не менее это ее воспоминание да о своем муже что с ними было и получается что как бы вставки даже в какой-то момент становятся более важными что ли да чем то что происходит в реальности они даже по объему больше и это в результате приводит к неизбежному финалу герой это чувствует что что-то происходит не так да и в результате все разваливается ну вот их как бы контакт разрушается и он и он ей там задает вопрос что случилось да что случилось с ней вроде бы все было хорошо вдруг раз и она абсолютно поменялась и вот эти вот вставки ее воспоминания они нам зрителям позволяют понять что случилось если бы не было этих вставок мы так бы не поняли вот оно вроде бы все было хорошо потом раз все стало плохо почему непонятно а нам это зрителям эти вставки позволили понять почему потому что она вспомнила о своем погибшем мужа и естественно ее настроение поменялось и естественно поменялось настроение всей этой сцены вот мы сейчас говорили о вставках и перебивках довольно много и возникает вопрос а сколько времени может длиться на экране вставка или перебивка и здесь конечно многое зависит от сюжета тут мы собственно говоря стали уже об этом говорить когда вспоминали фильм мужчины и женщины ну и тут есть на самом деле определенные правила они очень условные но допустим для в качестве такого ориентира чтобы вы понимали все-таки сколько вы можете потратить на это времени можно какие-то ориентиры рекомендации высказать если вставка показывает движение которое нужно подчеркнуть она может начинаться и заканчиваться одновременно с движением то есть вот это движение длина это движение собственно говоря и длина этой ставки то есть в данном случае продолжительность ставки зависит от нее самой даже не столько от контекста от тех общих планов куда она входит если движение которое нужно подчеркнуть является частью более сложного и продолжительного движения то визуальное соотношение между общим планом и вставкой получается как бы таким обрывком обрывом действия вот этого по возможности нужно избегать и применять какие-то другие варианты если статический объект или человек при приближении при приближенном достаточно крупном плане не несет эмоциональной нагрузки и он снимается ну только исключительно для перебивки то здесь достаточно условно говоря двух секунд одна две три секунды но если актер слушает фразу например партнера либо диалог кого-то или музыку то изображение может длиться достаточно долго то есть это может быть и 10 секунд и даже больше все зависит от важности этой перебивки то есть что вы как бы хотите донести до зрителя поэтому если это какая-то важная несет в себе какую-то важную информацию для зрителя вот как мы говорили о воспоминании героини это важная информация почему потому что она является как бы переломом действия то все было хорошо счастливо и они наконец-то так долго ждали друг друга она призналась в любви вот она ночь как бы счастья там все и потом приходит это воспоминание и все ломается и это очень важный перелом в действии в сюжете и конечно же он должен быть достаточно обоснован а обоснован может только одним любовью которую она испытывала к своему бывшему мужу и чем мы эту любовь покажем красивее сильнее тем мы тем мы как бы как зрители больше осознаем как ей сложно что это не случайно какой-то каприз а ей действительно очень сложно это переживать и здесь мы можем уже как-то согласиться да действительно наверное ее как бы изменение ее настроения наверное это ну имеет место быть что это действительно такое вполне возможно и даже наверное закономерно то что с ней происходит вот такие вставки они могут быть достаточно длительными так ну в общем на этом мы тему вставок и перебивок заканчиваем я надеюсь что это была полезная информация для вас надо сказать что вообще в монтаже вставки и перебивки играют очень большой роль почему потому что они позволяют ну без потери выходить из каких-то сложных ситуаций когда у вас кадры не стыкуются да вот вы снимали а вот они не стыкуются и вот тогда эта вставка или перебивка позволяет эти кадры состыковать но не между собой а через как бы через эту вставку поэтому при съемках всегда планируйте ну как какое-то количество каких-то подробностей да там планов каких-то крупных деталей рук которые что-то делают внутри диалога или кадра да и вот эти руки через руки можно потом смонтировать что-то что у вас до этого не монтировалось то есть они могут пригодиться могут не пригодиться но просто когда они есть это всегда как бы спокойнее ты во всяком случае знаешь что мало если вдруг какая-то проблема ты можешь эти вставки использовать и в общем сцену смонтировать далее мы в нашем следующем занятии продолжим эту тему монтажных схем потому что на мой взгляд знание этих монтажных схем здорово облегчает работу режиссера и оператора расширяет его возможности вот ну как в случае допустим с перебивками если вы о них ничего не знали а теперь вы о них знаете вот и это в случае если вы будете применять это сильно расширит ваш арсенал ваши возможности как оператора и как режиссера и как монтажера если вы сами сами будете это все монтировать на этом мы заканчиваем большое вам спасибо за то что вы смотрели наше занятие еще раз спасибо из Москвы парку культур отдыха для предоставленной возможности поговорить о кино и о том как снимать короткое кино так что еще раз спасибо до новых встреч до новых встреч